Казанский университет с рабочим визитом посетил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Максим Зайцев. О подробностях встречи узнаете в нашем следующем сюжете. Визит начался со знакомлений с Музеем истории Казанского университета. Далее в зеленом зале прошла встреча с руководящим составом Казанского университета, в котором Ариф Межведилов рассказал про физкультурно-оздоровительную работу и спортивно-массовую деятельность в нашем университете. Зная перспективы развития нашего университета, мы выбрали вот такой курс. Мы создаем административные системы, но не откладываемся от общества. После гости отправились в научную библиотеку имени Лобачевского. Здесь в зале заседания ученого совета КФУ прошло совместное заседание экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся и экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке. В рамках этой встречи были рассмотрены ряд законопроектов, которые будут внесены в Государственную Думу с точки зрения экспертной оценки Комитета Государственной Думы. В частности, будут внесены поправки в закон, касающийся просветительской деятельности, который недавно был уже одобрен Госдумой. Казань имеет наиболее уникальный, наиболее интересный опыт с точки зрения работы именно с большими массовыми мероприятиями в студенческой среде. Ведь есть любительский спорт, есть профессиональный спорт. И самое сложное – это как раз некая средняя зона между любительским и профессиональным спортом. И здесь тот опыт, которым обладают как власти, так и организаторы в Республике Татарстан, он очень важен. И его необходимо серьезно и глубоко изучать, поскольку именно серьезные, большие, масштабные программы здесь были реализованы успешно. По окончании заседания Максим Зайцев встретился со студентами Казанского университета и ответил на вопросы, касающиеся развития массового спорта в студенческой жизни. Джимми Небаева, Ленардо Влетьяров, Фарид Захидоглы, Универтньюз.